Ку-ку! Всем привет! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, кто будет смотреть этот эфир в записи! У меня тут вот вывалило все свои кисти, которые у меня есть. Сегодня мы будем говорить о кистях. Сегодня мы обсудим все по кистям, с чем едят, чем мыть, как ухаживать, из чего сделаны, что для чего, зачем, как, почему. Ну, короче, все про кисти. Сегодня мы с вами обсудим про кисти совершенно все. Вопросов больше не останется вообще никаких. Девчонки, кисточки не перемывала, не готовила. Вот в том рабочем состоянии, в каком они у меня есть, вот в том состоянии я их и достала. Здравствуйте, девочки! То есть кистей у меня много. Половину из этих кистей я украшала самостоятельно. То есть вот эти вот все кисточки, это я их сама разукрашивала, чтобы определить свои любимые, скажем так. Вот, ну, половина из них уже, конечно, из состроя вышли, поэтому уже не любимые, но тем не менее украшены. Итак, девчоночки, давайте еще буквально полминутки подождем, кто к нам присоединится, и потом начнем. Девчоночки, если вдруг какие-то вопросы останутся неотвеченными, что, конечно, вряд ли, то вы их обязательно все в комментарии скидывайте и все мне туда пишите. Вдруг я что-то, что-то вдруг я как-нибудь не отвечу. Здравствуйте! Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, Татьяна! Я рада всех видеть, вообще всех-всех-всех. Я думаю, эфир будет не менее полезный, чем остальные мои эфиры, поэтому... Поэтому, наверное, и начнем. Итак, девочки, собственно говоря, все кисти, которыми мы работаем, можно на что-то как-то разделить. Я не знаю, с какой стороны подойти к делению, но, наверное, мы подойдем к делению с той стороны, что мы сначала отберем кисти акриловые. Давайте из всего этого безобразия мы отберем акриловые кисти. Что такое акриловая кисть? Акриловая кисть – это кисть из натурального волоса. В основном это колонок. Почему натуральная? Потому что к синтетике акрил прилипает, и им работать невозможно. Если кисть синтетическая, очень быстро акрил набивается в кисточку, и работать ей становится невозможно. Опять же, у акриловых кисточек существует деление на размеры. Вот это вот кисть для наращивания, вот это кисточка для лепки. Смотрите, какой тоненький красивый кончик. Этим кончиком очень хорошо, удобно разглаживать всякие лепесточки цветочков, формировать шарик, чтобы делать красивую лепочку. Ну и кисточки для моделирования тоже бывают разных размеров. Смотрите, вот у меня покрупнее, вот у меня чуть помельче, вот у меня была старая совсем-совсем крупная. Но поскольку она уже свое выработала, акрилом ей больше работать невозможно, она у меня превратилась в кисть для всяких посыпух. Очень удобно ею затирать всякие блесточки, втирочки, всякое такое дело. Итак, вот еще у меня, наверное, а нет, это не акриловая кисточка. Итак, вот это, а вот это еще старая акриловая кисточка тоже была такая типа для лепочки, не для лепочки, но тоже она уже свое выработала. И теперь она стала у меня, нет, не эта стала у меня, другая у меня стала держателем для типсиков. То есть я на нее намотала вот тут вот двухсторонний скотч и леплю на нее типсик, если вдруг рисую что-то интересное. Вот. Как правильно выбрать акриловую кисточку? Итак, в первую очередь, чем больше размер, тем больше шарик акрила она набирает. Соответственно, если вы привыкли работать маленькими шариками, вам необходим размер чуть помельче. Если вы хотите набирать шарик материала побольше, то и размер самой кисточки вам нужно побольше. Я люблю, в принципе, не крупными шарами работать, поэтому кисточки у меня довольно-таки мелкие. Для лепочки нам нужны вообще маленькие кисточки, потому что маленькими кисточками удобно набирать и маленькие шарики, и разлепливать мелкие элементы. При этом смотрим за тем, чтобы на акриловой кисточке для лепки был очень красивый острый кончик. При этом, смотрите, девчоночки, я вам показываю кисточки, но я в кистях, те, которые у меня рабочие, никогда не мацкаюсь вот так вот за ворс. Потому что как только я возьмусь пальцами за ворс, сразу у меня начнет прилипать акрил. Поэтому акриловую кисть никогда, ни при каких условиях мы пальцами за ворс не трогаем. Понятно? Понятно, Даша, да, молодец! Итак, это все по поводу акриловых кистей. Как с ними правильно обращаться? Вы отмоделировали акрилом, вы хорошенечко в мономере кисточку промыли, и, собственно говоря, вот так вот ворсом вниз поставили ее куда-нибудь. Ну, сейчас все кисточки закрывающиеся, поэтому надели колпачок и поставили ворсом вниз. Почему ворсом вниз? Потому что если мономер затечет у нас вот сюда, в основании кисточки, он может разрушить клеевое соединение, которое здесь кисть держит, и кисть наша начнет вылазить. Поэтому храним вот так вот вниз головой. В идеале вы ее вымыли, положили на салфеточку, она высохла, вы ее накрыли колпачком и вниз головой вот так вот поставили. Понятно? Понятно! Итак, убираем. Акриловые кисточки мы с вами обсудили. Теперь перейдем к кисточкам остальным. Да что у меня там такое, она у меня не ставится. Все. Остальные кисточки. В первую очередь, больше всех интересует, нас интересуют кисточки колонковые. Вот сейчас мы с вами разберемся с колонковыми кисточками. Что такое колонковые кисти? Это кисти, которые сделаны из ворса колонка, из волоса. Как где-то я когда-то читала, что у колонка берут буквально там три волосины с кончика, только они подходят для создания хороших кистей. Вот эти вот именно три выбранные волосины вручную сортируются, вручную выкладываются, но вы понимаете, что это не про нас разговор, да? Никто не будет считать три колонковые волосины, которые выщипываются с колонкового хвоста. Итак, ну тем не менее, вот эти кисти сделаны из колонка. В основном есть еще кисти из белки, из пони, из всяких разных других волос. Вот. Когда-то в свое время, когда кистей не было, девчонки на Нейл Клабе предлагали делать кисти из кошачьей шерсти. Вот, что они вроде как мягенькие, классные, ими классно линию вести. Ну, короче, был в свое время такой трэш. Не знаю, кто-то щипал котов или не щипал, вот. Но тем не менее, предложения такие возникали. Итак, опять же, у этих кистей есть размеры, да? То есть, чем крупнее размер кисти, вот это единичка, вот тут вот у меня два нолика и нолик. Чем больше вот здесь цифра, тем больше волосинок вот здесь вот в кончике. То есть, здесь шире кисточка получается. Вот эта вот сама кисть в основании шире. На кончике, тем не менее, она тоненькая и красивенькая. Вот эту кисточку я положила себе в пенал. Она у меня в пенале замялась, и теперь она вот так вот выглядит. То есть, хранить кисти нужно так, чтобы никогда никакое воздействие у нас на кончик не производилось. Иначе кончик у нас сломается, и больше восстановлению не подлежит никогда и никак. Ни в каком кипятке, ни в чем вы его обратно не вернете. То есть, кисть должна лежать идеально ровненько. Как ухаживать за этими кистями? Что ими делать? Смотрите, колонковые кисти разработаны для росписи красками. Они не подходят для гелевой технологии. Почему? Потому что мягкий ворс, он не сопротивляется. Гель у нас он густой, да? Ворс очень мягкий. У него недостаточно той упругости для того, чтобы провести и протянуть за собой густой материал. Ну, это как по мне, мое личное мнение, да? Кто-то, тем не менее, рисует гелем колонковыми кистями и замечательно себя при этом чувствует. Вот. Но я считаю, что для геля нужна синтетическая кисть. Поэтому колонковые кисти у меня лежат для росписи красками. То есть, когда краску мы разводим водой, она становится очень-очень жиденькой, да? И замечательно себя ведет вот именно под мягким ворсом. Как за ними ухаживать? Колонковые кисти натуральные не боятся никакого мытья, ни в каких растворителях. То есть, мы берем жидкость для снятия лака, мы берем там что угодно, что может вымыть из них красочку. Вымываем из них красочку и аккуратненько их складываем. Но вообще, в целом, если вы порисовали краской с водой, то вы просто вымыли ее в водичке и все, и все замечательно. Если вы ее вот так вот засушили, на ней краска была засушенная, то вы ее замечательно вымыли в... Получаются прожилки у цветков. Да, она разбивается и гель тянет именно вот кусками, не плотной поверхности, а кусками. И получаются прожилки, вполне возможно, да. Итак, вы ее вымыли, собрали в тоненький кончик, об салфеточку, и все, и вот так вот она у вас хранится. То есть, я тут такая вот свинюка, на самом деле. Видите, у меня кисточки грязные. Вот так в таком виде их хранить нельзя. Их надо, конечно же, было помыть, ну, поскольку это было давно и неправда. Если честно, я эти кисти доставала уже, я не помню, сколько лет назад. Вот, поэтому они у меня, вот как я их бросила, так они у меня тут и живут себе спокойненько. Вот эту вот кисточку еще помою, и больше я их мыть не буду. Как вариант, еще было предложение, ну, честно, девчонки, я в свое время пробовала, но недолго и не поняла. Было предложение ворс кисточек смазывать маслом для кутикулы. В принципе, если логически подумать, то что-то в этом, конечно, правильное есть, потому что волосы у нас натуральные, да, их вроде бы как надо питать, смягчать. Масло для кутикулы с этим справится хорошо. Вот, ну, честно, как бы пробуйте. Ничего плохого в этом не будет, но будет ли что-то хорошее, я, если честно, не знаю, потому что я такой белибердой не занималась. Вот, в геле прозрачно мы дойдем. Эти кисти у меня для росписи красками, я не рисую ими гелем, понимаете? Они мне для геля не подходят совершенно, мне не нравится ими рисовать гелем, поэтому они у меня давным-давно валяются. Вот, собственно говоря. Вот эта вот кисточка тоже натуралочка, и вот она тоже валяется вместе со всеми остальными. Кстати, заказывала в свое время кисточку всеми понравившуюся BQA, и я так поняла, она тоже какая-то натуральная, потому что она очень мягкая. Либо если она синтетическая, то она слишком-слишком, слишком-слишком мягенькая, слишком-слишком какая-то, ну, короче, невразумительная. Мне не понравилась, поэтому она лежит у меня вместе с теми же кистями в той же коробочке, в которой у меня стоит. Я ее еле нашла, где она у меня стоит. Итак, это кисти, которые я использую только для красок. То есть сейчас у меня это все просто для красок, и больше никуда я это не использую. Следующие кисти, которые я использую для всяких разных присыпушек. Опять же, я их не окунаю в гель. Где моя любимая самая кисточка? А, вот она. Я их не окунаю в гель, они у меня вот в таком вот виде и есть. Вот. Это кисти, опять же, вот эти натуральные. Вот это вот синтетика какая-то мягкая. Это вообще какая-то косметическая на самом деле кисточка. Вот. Вот этими вот мягенькими кистями тоже очень хорошо набирать блесточки, набирать пигментики. Вот этими мелкими кистями можно натереть пигменты не полностью на всю поверхность, а, допустим, какими-то кусочками, если мне нужно сделать градиенты. То есть вот эта вот стандартная кисточка вообще для присыпух ею все присыпают, но мне больше нравится присыпать этим пушером. Вот. Поэтому она у меня тоже, в принципе, валяется. Ну, может быть, когда-нибудь я и придумаю, что ей сделать. Вот. Но в основном я работаю вот такими кисточками. То есть вот эта кисть, если мне нужно большую поверхность затереть, вот эти кисти, если мне нужно что-то мелкими деталями какими-то поработать. Или, допустим, я хочу минимизировать расход своих блесточек, пигментиков, поэтому работаю вот такими маленькими кисточками. То есть вот эти кисточки, как я за ними ухаживаю? Я беру после пигментика, беру влажную салфеточку, вот так вот вытерла, и все. Кстати, ой, есть у меня вот кисточка как раз в пигментике, тоже такого плана. Только ее, по-моему, уже не вытришь. Она, по-моему, уже здесь 100-100-500 лет, как ей капец пришел. Поэтому она у меня и валяется. Во что-то я ее тут, походу, впихнула, что на ней все прилипло. Видимо, я ее сначала впихнула в гель, что-то хотела сделать. Вот. Но, тем не менее, опять же, кисточка натуральная, поэтому она не боится вот таких вот всяких разных с ней извращений. И тем более она мне нужна вообще, в принципе, пушистая, поэтому вполне можно себе позволить делать вот такие вот экзекуции с ней. Вот. Поэтому можно делать вот так. Итак, вы же поняли, да, что если вы хотите этой кисточкой рисовать, то если вы сделаете с ней вот так, она превратится у вас в кисточку для посыпух. Поняли, да, что нельзя делать с кистями вот такие вот движения. Понятно. Кисточки для посыпух. Отложили. Следующий отряд кисточек, которые тоже сейчас не менее ценные. Это кисточки силиконовые. Вот их у меня сколько. Почему я взяла сюда апельсиновую палочку? Потому что эти все кисточки сейчас очень хороши для лепки гелем пластилин. То есть у каждой кисточки есть своя форма, которая оставляет отпечаток в пластилине. Да, то есть его можно сделать вот такой порезочкой, вот такими какими-то вдавленными штучками. Его можно этой порезочкой порезать. Здесь уже кому как удобно и какого эффекта вы хотите добиться. Вот, но и апельсиновая палочка, ею тоже можно пластилином лепить. Поэтому это в принципе у меня вот так вот стоит все вместе. Потому что вот этими штучками, здесь она у меня двухсторонняя такая, вот я работаю больше этой стороной. Вот этими штучками я леплю из пластилина. То есть именно вот они. Почему силиконовые? Потому что к силикону пластилин практически не прилипает. Его не надо ничем мочить, его не надо ни во что окунать. Он просто к силикону не липнет. Силикончик мягенький. Опять же, вот эта кисть у меня самая мягкая. Вот эти вот кисточки чуточку пожестче. Для разных эффектов я использую разные кисти. Когда на коррекцию правой руки. Ой, девочки, молчите. Вот как дорастет у меня уже до кончика. Видите, я тут опыты ставлю. А зато ни одной отслоечки нету. Видите, нигде ничего не отслоено. Пол ногтя уже сросшая. Два с половиной месяца без коррекции. Все нормально. Вот как дорастут вот досудово без отслоек, так сразу сделаю коррекцию. Итак, кисти для лепки. Понятно? Кто хочет лепить акрилом, гелем, пластилин. Вот такая вот кисточка как минимум у вас должна быть. Потому что ну очень удобно. Вот прям очень удобно. Итак, отложили. Поставим их на место. Они у меня еще все в разных баночках хранятся. Поэтому я все сразу на место расставляю. Иначе я потом места им не найду. Ну и переходим теперь к самому большому. А, есть у меня еще вот такая вот удивительная вещь. В свое время тоже за ними гонялись. Ой, блин, как она называлась? Кошачий... 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 Блин, я не помню, как они назывались. Девочки, кто помнит, как называются эти кисти? Собачка. Кисть-собачка. Вот, точно, кисть-собачка. Вот, я ее тоже себе купила в свое время за бешеные деньги. Гель-пластилин. Это очень густой гель для лепки. У меня есть трансляции по лепке пластилином. Посмотрите, пожалуйста. Там вы увидите, что это такое. Итак, я в свое время эту кисточку купила за сумасшедшие деньги. Вы себе не поверите. Она стоила дороже, чем эмишные кисти. Вот. Ну, это хрень. Девочки, я ей рисовать так и не смогла. Она для геля, опять же, слишком мягкая. А для краски она слишком жесткая. И при этом она совершенно не держит форму. Она вот так вот вся волосится в разные стороны. Ну, короче, фигня какая-то. Я ее, короче, она у меня стоит. Я даже не знаю, что с ней делать. Вот, ни разу даже в материале толком и не была. Выкинула. Вот, и я. Но, знаете, вот единственное, что я такой хомяк. Я ничего не выкидываю. У меня все лежит. Может быть, кота пригодится. Но пока лежит и не пригодилась. То есть, акрилом рисовать хрень получается. Блестки. Для блесток у меня есть более удобные кисточки. Ну, а теперь мои все самые любимые рабочие кисти. О, тоже нашлась еще для посыпух. Вот это тоже, на самом деле, уже на выкид давным-давно надо. Но она у меня палка-цеплялка для страз. Вот. Ну, а это мои любимые рабочие кисточки. Но, опять же, девочки, здесь не все кисточки, которыми я работаю в данный момент. Здесь есть кисти, которые уже поломанные. Но, которые я не выкидываю, потому что я хомяк. Потому что мне надо заломать руки за спину, связать их и только потом выкидывать кисточки. При этом завязать мне глаза и рот, чтобы я не матюкалась. Поэтому оно у меня все лежит. Ну, и в конце концов, у меня есть ребенок, которым периодически приходит и которому я отдаю то, что мне не надо. Итак, хомяк отдыхает. Да, нервно курит в сторонке. Итак, начнем с моих любимых кисточек. Вот этих. Что это за кисточки? Ну, опять же, вы видите по их состоянию, да? Что вот эта кисть сейчас рабочая, потому что она не запушенная. У нее красивый кончик. Она, вот она вся гладенькая, ровненькая. Вот эта кисть у меня сейчас в работе. Вот эти кисти свое уже отработали, потому что вот они вот в каком состоянии. Это уже поломанные кисти. Девочки, эти кисти синтетические. Это синтетика. Чего больше всего в жизни боится синтетика? Всяких разных обезжиривателей, растворителей. Синтетику им даже на расстоянии вытянутой руки показывать нельзя. Иначе они пугаются сразу и становятся вот так дыбом. Все, у них волосы дыбом становятся. И все, девочки, больше вы с ними ничего не сделаете. Если мы начнем вот это вот все резать, обрезать, то кисть у нас потеряет форму. При разжиме, даже если мы аккуратненько вот эти торчащие волосочки срежем, то потом при разжатии их вот здесь вот на кончиках не хватит. То есть у нас будет дырка или не будет вот этого острого кончика. Видите, вот куда эти волоски должны были прислониться. Вот. Поэтому все кисточки, которые у нас синтетические, ну вот эту еще, кстати, вот это еще тоже можно поработать более-менее. Все кисточки, которые у нас синтетические, чистятся и моются следующим образом. Вот смотрите, вот здесь вот видно, что последний френч я и рисовала красный. Да? Берем салфеточку влажную, сухую, вытираем об салфеточку и все. И рисуем. Девочки, даже если я рисовала последний френч красный, когда я возьму белый, у меня на первом ноготочке вот на эту сторону вылезет красный пигмент. Я его аккуратненько точно так же салфеточкой сниму. И все. И у меня белый цвет будет идеально белым. То есть я не мою кисти вообще, я их вытираю только об салфетку. Теоретически и практически, в принципе, их можно вымывать в чем-то прозрачном, в базе, в финише, в чем-нибудь. Что у нас вытолкнет цветной пигмент и оставит здесь просто ворс. Но, девчонки, это не нужно. Понимаете, в принципе, вполне нормально работает и так. Это не раздражает и абсолютно ни на что не влияет. То есть вы нарисовали половинку френчика белого, да? У вас вот сюда весь красный пигмент вышел, вы его вот так вот вытерли. Можно даже одну сторону вытирать, чтобы белый не вытереть. Вы его вот так вот вытерли и все. И у вас полностью кисть забилась белым пигментом. На следующий цвет у вас, допустим, черным вы будете рисовать. Точно так же белый пигмент выйдет, вы его с одной стороны вытрите и продолжаете рисовать. Никаких, запомните, девочки, никаких жидкостей для мытья кистей. Никаких ацетонов, никаких обезжиривателей. Все, что растворяет гелевую консистенцию, растворяет синтетический ворс. Все, и они у вас становятся нерабочими очень быстро. На самом деле, девочки, у меня вот этой кисточки рабочей моей сейчас уже, наверное, более года. Около года полтора. Вот, поэтому, вот смотрите, через полтора года у меня вполне рабочая кисть. Вот эти четыре, поскольку я плюшки на ничего не выкидываю, вот эти четыре кисточки, это за 14 лет моей работы. Понятно? Влажная салфетка самая обычная, ничем не пропитанная. Водная влажная салфетка, ничем не пропитанная. То есть, вот за все года я сменила четыре кисточки. Ну, может быть, еще одна какая-то у меня где-то была, которую я куда-нибудь еще засунула, и можно ее где-нибудь найти. Понятно? Понятно. Итак, вот эти кисточки, я считаю, что они еще пригодны к работе. Вот эти кисточки уже к работе непригодны, но выкидывать я их не буду, я их положу и спрячу. А то вдруг у меня пригодные кисточки закончатся, а мне надо будет чем-нибудь рисовать, я возьму непригодную и нарисую ей. Потому что даже веником можно нарисовать что-нибудь очень красивое. Следующий разряд моих любимых кистей, это кисти для покрытия и перекрытия топом. Вот, да, открытия. Ну, вот видите, сколько открытий сегодня. Итак, девочки, на вопрос, хорошие ли Эми кисти, вот смотрите, вот это мои рабочие кисти, они практически 90% Эми. Вот только они. Я их просто обожаю. Ничего другого уже давным-давно не покупаю, и я просто в восторге. Опять же, если все правильно с ними делать, они служат очень долго, и у них замечательный ворс. И по мягкости, и по упругости, и по форме самой кисточки. Катя Мирошниченко, я просто вот, вот просто ей благодарна за линию вот таких кистей. Это не реклама, это вот мое личное мнение. Я просто обожаю эти кисти. Итак, вот мои кисточки для финишного покрытия. Девочки, хранятся они у меня именно вот так. Но я могу себе это позволить. Видите, они пропитаны гелем. Я не вытираю с них гель, когда отправляю их на хранение. Почему я могу себе это позволить? Потому что у меня в салоне нет ультрафиолета вообще. У меня нет окон, у меня нет света дневного. У меня только настольный свет, который, опять же, я подбирала так, чтобы он не излучал ультрафиолет. То есть, они у меня не высохнут никогда. Если вы вот в таком виде оставите свою кисточку, и на нее светанет солнышко, 2 секунды кисть можно выкинуть просто в мусорник. Поэтому смотрите уже, как вам удобно. Если у вас постоянно светит свет, если у вас рабочее место находится там, где может попадать ультрафиолет, то вы кисточку вот так вот вытерли, опять же, ни в чем не моем, иначе эта кисточка пойдет дыбом, и все, и закончилась кисточка. Вытерли и положили вот так вот в пенальчик. Ну, пенальчик у меня тоже такой заюзанный, мой любимый, поэтому, девочки, не обращаем внимания. Все очень хорошо. Положили, закрыли, ультрафиолета нет, ничего с ними не будет. Не высохнут, ничего не случится. Понятно? Понятно. Итак, как ухаживать? Вытираем салфеткой, сухой салфеткой, влажной салфеткой, максимум. Все. Что я делаю этими кистями? В основном наношу финишное покрытие, потому что сейчас цветные покрытия в основном использую гель-лаки, поэтому у них свои кисточки во флаконах есть. Вот. Если гелевыми красками хочу сделать покрытие, то тоже делаю покрытие этой кисточкой. В чем прелесть? Прелесть в том, что она вот тут вот под кутикулу, видите, раскладывается, разжимается, делается полукругленькой, повторяет полностью идеально форму кутикулы. Идеально вот здесь вот все прокрашивает и протягивает материал, опять же, очень плавненько. Она не режет материал, она его именно распределяет. Понятно? Понятно. Итак, кисточки, которые для... Ну, наверное, сейчас начнут... Ой, что за кисть, как называется? Давайте я вам сразу буду говорить их имена. Вот. Вот. Зовут эти кисточки Эми Овал Четверка. Вот это... Вот это имя этой кисточки. То есть, вот это вот кисти для покрытия, для финишного покрытия. Далее, кисти, которые всякие разные фигурные, всякие разные фигурные, расфигурные кисти. Сейчас я тут выборку сделаю. Вот это, но она тоже уже поломатая. Так, вот это менее поломатая. Вот это и вот это. Что такое фигурные кисточки? Это кисточки, либо косые. Где у меня? Вот она, косая кисточка есть, да? И она подходит для китайской росписи. То есть, на один уголочек мы набираем один цвет, на второй другой, растягиваем их на палитрочки и потом рисуем в технике двойного мазка. Итак, вот эта вот кисточка у нас для китайской росписи. Точно такие же есть плоские кисточки. Видите? Но, опять же, этой кистью я уже не знаю, сколько лет валяется. Я плоскими кистями китайку не рисую, мне не нравится. Но, опять же, можно, допустим, рисовать в мазковой технике лепестки, которые будут на краюшке вот такие квадратные или с вот таким вот вытянутым кончиком. То есть, их не только для китайки можно использовать, но и для мазковых всяких разных штук. Далее, всякие разные кошачьи язычки. Так, вот это вот я уберу. Всякие разные кошачьи язычки. Смотрите, у меня их сколько разных. А, вот это тоже, кстати, косая кисточка. Совсем малюсенькая. Ну, честно, мне не понравилось. Я с ней не справилась. Она для меня слишком маленькая. Очень тяжело на ней сделать переход цветов, поэтому слишком мелкая. Ну, короче, есть у меня такая. Вот. А вот это вот всякие разные кошачьи язычки. Что такое кошачий язычок? Видите, она треугольная. Напоминает форму кошачьего язычка. Вот эти вот кисточки. У меня сейчас вот этой кисточкой я леплю гелем. Когда я, допустим, синтетической кистью, ой, вернее, этой, бля, вылетела из головы, как она обзывается, силиконовой вот кисточкой разложила лепесточек, то потом дотягиваю я именно вот такой кистью. Она, опять же, синтетическая. Я ее мочу в мономере, вернее, в обезжиривателе. Она у меня уже приказала долго жить, но мне не жалко, потому что покупала ее я в художке и стоила она что-то там, что-то 20-30 рублей. То есть вообще дешевая вещь, поэтому можно накупить себе десяток таких и портить их сколько душе угодно. То есть их не жалко. Вот эти кисти жалко, эти не жалко. Эти стоят 400 рублей, это стоит 20, поэтому можно их портить сколько в душе угодно. Такая же точно кисточка из того же художественного магазина. Выбирала я их просто по форме кисти. Нет, кисти Рублев от Белей не тестила и не хочу. Так, выбирала я ее точно так же по форме вот этого вот самого язычка, чтобы он был меленький. И тоже она стоила что-то очень-очень-очень дешево. Вот эти кисточки уже подороже. Ими я делаю мазковые цветы. То есть мне их окунать в обезжириватель жаба давит. Вот эта кисточка тоже из художки. Тоже что-то там, что-то очень-очень мистер пейнтер синтетика. Тоже что-то очень дешевое, поэтому они у меня конкретно, вот эти вот, вот эти вот три кисточки, они у меня для лепочки. Ими я леплю в основном. Вот. А вот эти вот кисточки для мазковых техник. Смотрите, вот эта вот кисточка, я ею рисую чистым гелем. А вот эта вот кисточка, если я хочу рисовать в акварельной технике. Вот видно сразу, да, какая из них была в ацетоне, а какая из них не была в ацетоне. Вот буквально, девчонки, вот два раза окунуть в ацетон, и все, и вот такая вот кисть. Но в акварельной технике, когда мы рисуем гелями, опять же, это сильно не влияет на качество выходной продукции, скажем так. Короче, на качество росписи не влияют вот эти торчащие волоски. Поэтому, ну, ничего страшного, вот так вот я ее рисую. Так, следующие кисточки. Кисточка омбре. Девочки, зачем я ее купила, я не знаю. Омбре я делать терпеть ненавижу. Я его не делаю, собственно говоря, поэтому кисточка у меня лежит. Думала, ну, куплю волшебную кисточку, которая будет делать омбре за 2 секунды вместо полчаса. Вот, не получилось. Не волшебная все равно. Омбре это очень долго. Мне не нравится, потому что это слишком долго для меня. Я так долго не люблю и не умею. Поэтому, ну, вот купила, лежит. Пускай лежит, пригодится когда-нибудь. Ну, в конце концов, если придет вредная клиентка и скажет мне ничего, кроме омбре, то будем ей омбрерить вот этой омбрешной кистью. Ну, надеюсь, не придет. Вот. Итак, осталось у нас совсем немножечко. А, вот это у меня тоже фигурная кисточка, тоже для всяких разных мазковых, мазковых цветочков. Тоже у нее очень красивый получаются краешек на кончике. Видите, он такой полукруглый, красивый. Вот это вот для мазковых техник вот офигенные кисточки. Вот эта кисточка, девочки, не поверите, это одна из моих первых кисточек. Вот они в то время были вот такие вот красивые. Ну, кстати, и сейчас, по-моему, продаются. Этой кисточке уже лет 10, наверное, если не больше, лет 13. Вот, которая в то время предполагалась как кисть для тонких линий. Девочки, я ей рисовала тонкие линии. Понимаете, вот было дело ею, я рисовала тонкие линии. Ну, правда, какие они были на тот момент тонкие, это, конечно, вопрос. Вот, но, тем не менее, это вот прям раритет. Вот, это можно в рамку вставить и подписывать кисть мамонт, например. Или там что-нибудь типа такого. Потому что эта кисть старше, чем, чем, не знаю, чем некоторые, может быть, мои слушатели. Вот, очень люблю эту кисточку, никуда ее не дену, она у меня даже отмытая, видите, лежит прям красивая. Вот, поэтому она у меня вот такая вот хранится. И будет храниться еще лет 10. Передам своим внукам в качестве наследства. Так, дальше. Кисти. Так, еще одна косая кисточка нашлась. С нее все начиналось, да. Ею все и закончится. Да-да-да, девочки. Итак, яйца расписаны без проблем. Раздевайтесь, сейчас распишем. Итак, следующий момент. Кисти для моделирования. Опять же, кисточки для моделирования гелем. В основном синтетические, есть кругленькие, есть квадратненькие. Но я не люблю такими кистями моделировать. Я моделирую кистью другой, и мы до нее дойдем. Я ее оставлю напоследок. Как вот самое, как, как самое, как самый изюм. Вот, моя любимая кисточка, которой я делаю все. Вот, эти кисточки предназначены для моделирования. Хотя, вот эта для моделирования, как по мне, так вообще дико неудобная. У нее короткий ворс, причем он какой-то вот очень грубый. И, короче, она вообще фигня. Но, опять же, заказала ее у Бикюана, позарилась на красивую ручечку. Ну, короче, как заказала, так она у меня один раз в геле побывала и стоит. Вот. Ну, и такими кистями, я опять же говорю, я моделировать не люблю. И еще, особенно, квадратными кистями. Я считаю, что на кисточке для моделирования должен быть тоненький кончик, который поможет нам дотянуть куда-то в мелкие части наш материал. Эти кисточки я отдам Ане. Аня у меня любит моделировать такими кистями. Ну, и теперь осталось все самое интересное. Вот, смотрите, мы разобрали весь завал. Осталось все самое интересное. Итак, самое ценное, самое интересное, что больше всего ищут мастера и чего они хотят добиться. Кисть для тонких линий. Вот прям кто досмотрит в записи до этого момента, будет большой молодец. Итак, кисть для тонких линий. Я никогда не стригу кисти. Я считаю, что если я купила кисть, она должна работать вот в том виде, в котором я купила. Я не должна прилагать больше никаких усилий для того, чтобы она у меня работала. Я не понимаю, зачем тратить деньги, потом еще сидеть ее 3 дня стричь, понять, что ты выстрих где-то там что-то не так, и она у тебя непонятная. Поэтому я считаю, и я нашла для себя производителя, который делает кисти такими, что к ним уже руками прикасаться не нужно. Эми. Эми линеарная 5.0. Ее зовут волшебная кисть. Волшебная кисть для тонких линий. Опять же, девочки, кисти имеют свой определенный срок службы. Вот эту кисточку, если честно, я подсунула в лампу. Она у меня такая вот, такая вот, блин, как бы так показать, такая вот подсохла. Я потом с нее попыталась, так, сейчас, сейчас я попробую одну руку освободить, а второй настроить фокус. Фокус, фокус, не настраивается. Ну, надеюсь, видно. Короче, веничек такой у меня получился. Я ее засушила, я ее возле лампы бросила. Она у меня на кончике подхватилась. Я потом попыталась ее подсушенный гель почистить руками. Ну, и, короче, все. В мусор. Ничего вы с ней не сделаете. Хоть кипяток, хоть не кипяток, хоть что вы с ней, хоть танцы с бубнами вы над ней танцуете. Если вы ее испортили, то только в мусор. Либо складывать их в отдельную коробочку и смотреть, какая же я криворукая, сколько кистей я за свою жизнь испортила. Вот это вот про меня называется. Вот эта кисточка, это из первых кистей, которые выпустили Эми. Когда еще не было белой синтетики, была вот такая вот синтетическая кисть. Она чуть-чуть грубее, чем белая синтетика. Она чуть-чуть длиннее, чем белая синтетика. И она первая пошла у них как кисть для тонких линий. Синтетическая. Вот это вот у меня, девочки, это первая Эмишная кисть. То есть, ей уже, я не знаю, лет 7 она рисует. Она рисует хорошо. То есть, ей вполне можно рисовать, но просто поскольку я уже девочка балована, мне хочется рисовать уже новым поколением кистей, потому что они действительно классные. Вот эта вот кисть у меня сейчас рабочая. Вот это вот моя самая рабочая лялечка. Единственное, что когда вы идете в магазин, очень внимательно просматривайте кисточку, чтобы у нее был красивый кончик изначальной. То есть, если изначально она где-то чуть-чуть подмятая, то все, ничего вы ей хорошего не сделаете. Поэтому я прихожу в магазин, всегда прошу достать мне с витрины все кисточки, которые у них есть в наличии. Каждую кисточку обсматриваю, выбираю ту, которая мне больше всех улыбается, и ее забираю. Ну и, собственно говоря, вот это моя любимая сейчас. Вот это вот моя почти любимая на втором месте, потому что она тоже, по-моему, там волосинка стерлась, которая тонкую линию рисовала. Но, тем не менее, ею еще можно работать. А вот эта кисточка уже все, веничек ее в мусорник, но я его не выкину, потому что пускай лежит. Вот. А вот эта вот кисточка, опять же, девочки, пыталась, даже на ней уже имени никакого нет, пыталась сэкономить, зажмотила деньги на Эмми в какой-то там очередной раз, или мне ее кто-то подарил. Короче, не знаю, откуда она у меня взялась. Не, по-моему, я все-таки зажмотила и хотела сэкономить. Купила себе другую синтетическую кисть. Не то. Это слишком мягкая. Опять же, у нее почему-то на ворсе капельку геля, когда набираешь, она откатывается с кончика, и ею рисовать невозможно. То есть, Даша Плюшкин, Даша Плюшкин редкостный, девочки, вы не знаете. То есть, вот эта вот кисточка у меня сейчас вот прям рабочая-рабочая. Она у меня стоит на столе в рабочей бодейке. Эти кисточки у меня лежат рядом с кисточкой, которой 14 лет. Вот эти кисточки у меня тоже прям рабочие-рабочие. Вот эти кисточки имеют одно имя на всех. И именно эти кисточки, я считаю, что эти кисти волшебные. Это Эми Мазок Тройка. Девочки, в чем волшебство этой кисти? В том, что она натурального ворса, на самом деле. Это Соболь. Это красный Соболь. Это круглая кисть. Если брать ее по аналогии с Рублевым, то это где-то двоечка. Но она двоечка, но укороченная. Если Рублев возьмем двойку, он будет здесь вот такой же круглый, только длинный. Это вот круглая, коротенькая кисточка. Что я ею делаю? Я ею делаю все. То есть, вот это вот, видите, у меня уже со временем просто стерся ворс и перестал быть острый кончик. Вот эта кисть у меня сейчас для моделирования. Вот этой маленькой кистью, если вы пересмотрите коррекцию стилетов, вот именно этой кистью я набираю вот ту большую каплю геля, чтобы мне ее хватило вытянуть полностью форму стилет. То есть, мне ее достаточно. Мне очень нравится, что ею можно подлезть вообще где угодно. Можно подвесить кусочки, которых не хватает. Идеально выкладывать бортик удлинения, да, когда нужно вывести прям аккуратненький бортик и вот тут вот чистенько заложить усики. Просто великолепная кисточка. Но вот эта кисть подходит уже только для моделирки. У нее полностью отсутствует носик, он стерся со временем об материал. А вот эти вот кисточки, в зависимости, опять же, от их состояния, от стирания, они у меня многоплановые. То есть, вот самой вот этой вот красивой кистью можно рисовать тонкие линии, можно рисовать московые техники. Опять же, цветочки, которые были у меня московые цветы на канале с юками, вот нарисованы именно этой кисточкой. Можно рисовать тонкие линии, если аккуратненько носиком ее вести, потому что здесь есть волосиночка на кончике одна, которая вытянет нам тонкую, прям тончайшую линию, не менее тонкую, чем на линеарной кисти. Ею можно лепить. Она отлично переносит всякие разные обезжириватели. Почему? Да потому что она натуральная. Еще раз повторяюсь, она натуральная. То есть, этой кистью я рисую всю акварельку, которую мне надо разбавлять с обезжиривателем. Если мне надоело рисовать акварельку, следующая клиентка пришла и хочет, допустим, сделать лепку акриловую, да? Я ее вот так вот вымыла, в мономер опустила и погнала делать ей лепку. Пришла следующая клиентка, хочет московые цветы, я ее опять в обезжиривателе вымыла от мономера, погнала рисовать, делать московые цветы, все, что угодно. Опять же, я могу ухватить вообще одну кисточку, сделать ей полностью всю работу, начиная от моделирования и заканчивая полностью дизайном. То есть, вот эта вот кисть, девочки, вот, вот, спасибо, Катя, называется. Эта кисть, это прям вот моя любимая кисть. Вот без нее я сейчас себе вообще не представляю, как я без нее жила, и если вдруг что-то куда-то денется, не представляю, как я без нее буду жить. Потому что вот эти вот кисти, это вот прям мое-мое. Но опять же, если это мое-мое, то это не значит, что это будет прям ваше-ваше, но тем не менее, кистьями мазок тройка, это прям любимая кисточка. Если вы вдруг придете в магазин у себя и скажете, дайте нам имя мазок тройку после моего эфира, то говорите сразу продавцам, что вы видели ее у Шулуновой. Дайте мне кисть, как у Шулуновой. Поэтому, девчонки, вот просто-просто я их обожаю. Ну и, в принципе, все. Больше никаких кистей у меня в работе нет. Все, что необходимо сделать, какие-то дополнительные элементы, я делаю именно вот этим вот набором кисточек. В основном, в основном, те кисти, которые использую практически каждый день, это вот эта в первую очередь, линярочка обязательно у меня всегда под рукой, потому что она мне тоже всегда нужна. Для френча косенькая всегда мне нужна. И для покрытия топом, куда я их делаю, куда я их отложила, вот, вот эти кисти, которыми я рисую все. Это когда-то мне уже хочется выпендриться, там чего-нибудь там с ними сделать, там, допустим, поиграться с... Короче, мне хочется поиграться с другими кистями. Я беру другие кисти. А на самом деле вот этими делается вообще все. Ну и напоследок, как украсить кисточки. Берем гель, берем кисточку только новенькую, которая в геле еще не была. Берем и красим кисточку гелем. И потом аккуратненько в лампе засушиваем, рисуем тот дизайн, который нам хочется, и получаем вот такие вот эксклюзивные кисти. Ну, все, по кистям все. Вопросы какие-то есть? А то я что-то так оттарахтела, ничего не читала, никого не смотрела, зато, блин, сама себе приятная. Капля отскакивает от кончика тогда, когда плохо собрана кисточка. То есть кисточка у вас не подходит для геля. Это вот в колонковых кистях капля отскакивает, в каких-то других кисточках. Поэтому, в принципе, если у вас не совсем подходит для геля кисть, то она именно так и будет... А, покурить? Сейчас покурим. Именно так она себя и будет вести. Ничего вы с этим не сделаете. Надо просто другую кисточку. Вот это... Это ничего. Если вы ей отрежете кончик, она будет подскакивать еще дальше, только при этом вы срежете тот кончик, который должен вести тонкую линию. Понимаете? Поэтому ничего вы с ней не сделаете. Пять лет с ней? Да, да, да. Эмишные, причем они очень долго играющие кисти. Вот настолько вот кисточки, ну, классные. Прям классные. Линеарка, любимая, эми, линеарная 5.0. Это вот прям... Прям ничем другим тонкие линии я не рисую. Кстати, по поводу... В дальнейшем вопросах, чем вы рисуете, вот рисую я именно вот этими кистями. Вот, линеарка, любимая, эмишная. По поводу вопросов, пробовали ли вы другие кисти, честно, девчонки, смотрите, когда вы уже находите свои кисти, к которым вы привыкаете, которые вас устраивают целиком и полностью, у вас не возникает даже желания какие-то другие кисти пробовать. Вот честно, ну, вот я как-то так ко всему этому отношусь, что если я уже нашла для себя офигенный классный материал, то я больше ничего искать не буду. Зачем? Ну, зачем от хорошего искать лучшее, да? Поэтому у меня уже есть вот кисточки мои любимыми, к которым я привыкла, которые уже мои родные. Я их с закрытыми глазами все на ощупь знаю. Поэтому зачем мне брать какие-то другие кисти и потом раздражаться от того, что они что-то там не так делают, как я хочу. Вот, заодно я тут с вами кисточки свои перемою. Уже сто лет этим не занималась. Кстати, за что мне нравится еще эмишные кисти, вот, видите, я как их безжалостно тру обезжиривателем, и краска у них никуда не девается. Были у меня в свое время тоже кисточки такие крашеные, их прям вот прикоснешься обезжиривателем, и все, и краска вся поплыла, и нету больше краски. Здесь вообще все отлично, великолепно. Видите, что я тру обезжиривателем? Только ручки. Ни в коем случае не ворс. Так, вопросы. Вопросы. Нет вопросов? Все? Куда наши деньги жены тратят? Ну да. Вот видите, вот приходит ваша жена к мастеру маникюра. Вот представьте, сколько мастеру маникюра надо купить кисточек, да? Это же дорого стоит. Вот почему так дорого стоят ногти? Потому что мастеру маникюра надо купить вот эти вот все кисточки, и без них он жить не сможет. Ой, ну я все доставать не буду, этих хватит похвастать. Для китайки... Для китайки очень хорошая кисточка, опять же, Эми косая для китайки четверка. Ужасно. Вот видите, как все плохо. Вот для китайки Эми есть косая кисточка для китайки, тоже очень хорошая. Ну, опять же, девочки, мои рабочие кисти сейчас, сейчас мои рабочие кисти это Эми. Вот рисую китайку. Вот, да, вот это. Вот она Эми, косая для китайки. Просто у них есть косая четверка для френча, и есть косая четверка для китайки. Вот это косая четверка для френча, вот это косая четверка для китайки. То есть, они, в принципе, косая четверка, да, ну, видите, разница. Совершенно большая. Кисть для акрила с черными бусинами, да, натуральная. Девочки, ну, долго ли я закупала материалы? Я 14 лет работаю ногтями и каждый месяц что-нибудь закупаю. Поэтому долго. Вот, но... Ну, в году появилась Эми, собственно говоря. В 12-м я прошла аккредитацию. То есть, появилась Эми где-то году в 10-м или в 9-м, да, в 2009-м. Вот я специально приезжала в Краснодар. В Краснодаре открыли самое первое представительство Эми. Я приезжала в Краснодар и тогда закупилась себе кистями и красками. И вот, девочки, с того момента ничего другого в красках и ничего другого в кистях я больше не покупаю. Ну, а кроме вот таких вот, вот таких вот кошачьих язычков, которые мне просто, ну, они для убития. Они не для рисования, они для того, чтобы их убивать. Поэтому мне просто жаба давит тратить большие деньги на Эми, хотя у них есть такая кисть. Вот. Но для того, чтобы ее убить, мне достаточно и этой. То есть, вот сколько лет я сижу на Эми и, в принципе, другого ничего менять не хочу. У них была когда-то проблема с линеарками, прям серьезная проблема. Вот. Но Эми тогда очень хорошо отреагировали. Они без проблем заменяли все бракованные кисточки, когда к ним обращаешься. Поэтому вообще все было хорошо. Они очень хорошо реагируют на какой-то брак, который у них там возникает. Вот. Поэтому меня, в принципе, все устраивает и ничего другого мне не надо. Я верная. Я не изменяю. Так. Ну, девчоночки, в принципе, я считаю все. На этом можно, наверное, попрощаться. Вопросы еще какие-нибудь есть? Мне сейчас надоест вытирать кисточки. Я их опять сложу, все брошу и пойду себе спокойненько дальше. Так. Вопросов нет? Всем спасибо за внимание. Было очень приятно с вами пообщаться. Была рада вас всех видеть. Всем пока-пока. До следующего эфира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok